Спасибо большое за донат «Железный жезл» с текстом «Вокалистка группы Арченами Алиса Уайтгласс». А, Уайтгласс. Белое стекло, у нее такая фамилия интересная. О сатанизме. Я искренне люблю Библию сатаны и согласна практически со всеми ее содержаниями. Может быть, конечно, кое-что там... Что-то какая-то хуйня. Я искренне люблю Библию. Я пытаюсь слушать, что она по-английски говорит. Мне интересно это не гонивать, она реально что-то такое рассказывает. Ну, ладно, допустим. Библию сатаны и согласна практически со всеми ее содержаниями. Может быть, конечно, кое-что там звучит слегка устаревшим, но если это переосмыслив в духе 2017 года... Ну, она не совсем о сатанизме, она о Библии сатаны, все-таки, насколько я помню. Сатанинская Библия. Самый прикол сатанинской Библии, что там действительно достаточно много разумистских тейков. Ну, я ее особо не читал, но какие-то выдержки мне попадались. И там действительно очень много, ну, типа, чего-то умного. То есть, когда ты читаешь, типа, название книги «Сатанинская Библия», ты думаешь, что, ебать, и что там, типа, учат, как правильно барана, типа, резать какого-нибудь для жертвоприношения или, не знаю, вызывать ктулху. Но на самом деле нет. Это, по сути, просто книга такая, чуть ли не мотивационная литература. Ну, да, на большую про честности, про... Саркастичность, не знаю. Ну, короче, почитайте, интересная тема. Ну, именно, хотя бы выдержки. То есть, просто коротко о том, что вообще такое... Что вообще такое. Я сама атеистка на 100%. Если бы меня попросили порекомендовать кому-то религию, я бы посоветовала «Сатанинская Библия». Как обещал. Ну, это просто... Да, спасибо. Но еще могет. Сорян за я, точка, музыку. Понял, посмотрим. Тут самые лучшие качества и есть хоть какая-то картинка. Хорошо, спасибо большое. Да, заценим. Вот, просто насколько я... Ну, типа, есть чуть-чуть разные... Разная история. Есть сатанизм. И да, как вот правильно написано даже вот на лурке, это... Как тебе вокал? ХТТ, ПС-2. Панамка, спасибо большое. Это популярная упаковка для идей произвольного содержания. То есть, в принципе, под словом сатанизм может подразумеваться абсолютно любая хуйня. Вообще любая. Вот. И это не обязательно... Ну, короче, не обязательно какой-нибудь неистовый сатанист вообще, в принципе, хоть когда-нибудь в жизни читал книгу. Просто книга, у которой такое название. Сатанинская Библия. И не обязательно тот, кто является поклонником сатанинской Библии или кто прочитал эту книгу, является при этом сатанистом, блядь, в каком-то обывательском представлении об этом. Он полностью совпадает с моими воззрениями на право женщины распоряжаться ее собственным телом. Если вы попытаетесь его отнять, мы будем бороться. Это прекрасно, на мой взгляд. Причем здесь это? Причем здесь эпидемия? Есть ролл и вилкой? Если вы внимательно вчитаете сатанизм... Я не знаю, на самом деле, но я бы вам так скажу, что если хочется жрать ролл и вилкой, жрите ролл и вилкой. Это будет великанизм. Моисеизм. В религии, ислам, иудаизм и христианство, то вы увидите, что в сатанизме вообще нет никакого зла, а в остальных трех этого зла очень много. Ну, вообще, да. Что мне нравится в сатанизме больше всего, в нем используется образ сатаны, который ненавидит многим людям, просто чтобы их выбесить по полной. Но, по сути, это набор логичных, справедливых, хаотических правил. Ролл и вилкой. Я руками вообще жру иногда. Если ты сам по себе нравственный, честный человек, ты согласишься с большинством этих людей. В принципе, да. Спасибо большое за донат. Ну, тут немножко, вот, блядь, спутаница понятий. Еще раз, то есть... Нет какого-то четкого, понятного, типа, течения, блядь, религиозного течения сатанизм. То есть, просто вообще нет такого. Есть просто книга, которая называется «Сатанинская Библия», которая просто, ну, которая так называется ради прикола и ради кликбейта. Она вообще не обязательно имеет отношение к тому, что ты поклоняешься сатанетам, или, я не знаю, еще что-то в этом роде. Это просто книга с таким названием, в которой просто чел противопоставляет себя традиционным монотеистическим религиям. И, ну, типа, это, короче, это разумистская Библия, по сути. Там почти все мысли, это просто какие-то, ну, типа, тейки разумных людей. Я не знаю, я какой-нибудь хочу тейк вам зачитать. Блин, ну, что-то не могу найти. Гедонист и эгоист как пример для подражания. Одна из главных воспеваемых ловеем добродетелей — разум. Эгоизм получается неблизоруким, гедонизм более разнообразным, чем его обычно представляют. Амбиции — это хорошо. Вера делает вас идиотами. Враг — это честь. Все божья роса. Добру необходимо злу. Короче, не знаю, там... Почитаю, может. Почитаю, может, этотfest. … что-то unnatural. Версий – это ноября. Но это можно cheat. Почитаю, может. Продолжение следует...